Здравствуйте, мои дорогие! Это Сергей Немчинский, основатель SEO учебного центра программирования FoxMinded. В этом выпуске новостей. Разработчики больше не любят JavaScript. С чего бы это? Уже традиционная подборка новостей из мира Java за прошедшую неделю и спад в сегменте удаленной работы. А теперь обо всем подробнее. Поехали! JavaScript больше не является любимым языком программирования для разработчиков. В отчете компании CircleCI о состоянии доставки программного обеспечения за 2022 год говорится, что TypeScript обогнал JavaScript и занял первое место в рейтинге. Вот тут знатно подгорит у Тимура Шансидинова. Вероятно, что это изменение связано с более удобными для разработчиков функциями TypeScript. Я, кстати, с ними согласен. В их числе возможность выявлять небольшие ошибки локально, чаще коммитить, соответственно, рабочий код. Ну и, в общем-то, все и отсюда следующее. Согласно отчету, с 19 по 21 год только Python оставался стабильным в своей популярности, за что языку досталось четвертое место. HashiCorp HTL вошел в десятку лучших. Я о нем ни разу не слышал. Заняв почетное девятое место. Его опережают HTML, самый известный среди всех программистов язык программирования. Ну, вы знаете, да? И Swift на одно и два места опережают соответственно. Ну, и, честно говоря, этот рейтинг, по-моему, самый смешной. Ну, мы любим вам отправлять рейтинги языков программирования. Вы их смотрите, от них в восторге и так далее. Ну, согласитесь, звучит прямо, ну, откровенно анекдотично и показывает, в общем-то, уровень разбирания в отрасли от людей, которые составляли, собственно говоря, этот рейтинг. Я не знаю ни одного айтишного издания, которое не создавало собственный бы рейтинг. Причем эти рейтинги не похожи друг на друга, ну, вообще. Да? Ну, и как вам в десятке самых популярных языков HCL? Да? Живись теперь с этим. Хотите заниматься любимым делом в окружении единомышленников? Стать востребованным айти-специалистом и получить финансовую свободу? Ну, не знаете, с чего начать? Используйте время качественно и учите только то, что нужно. Приходите на стартовые курсы FoxMinded. А теперь слушайте очень внимательно. Весь сентябрь, как подарок начала учебного года, мы дарим вам скидочку в размере 50% на все стартовые курсы. Все ссылки есть в описании. Обзор новостей Java. Ну, начинаем со спринга. Версии 6.0.0.M6 и 5.3.4.23 Spring Framework теперь доступны сообществу Java. Оба выпуска предлагают новые функции, ну, естественное исправление багов и обновление зависимостей. Также произошел апгрейд устаревшего интерфейса Synthesized Annotation. Ну, то есть изменения настолько минорные, что они даже как бы постеснялись их расписывать, чтобы вы не сильно не рожали. Project Reactor. В шестом Mailstone релизе обновили зависимости артефактов реактов Core 350M6 и реактор Netty 1.1.0.M6. Также произошла реорганизация артефактов Reactor Pool 1.0.0.M6, Reactor Addons 3.5.0.M6 и Reactor Kotlin Extensions 1.2.0.M6, которые при этом остаются неизменными. Ну, зато обновили. И... Hibernate. Hibernate Search 6.1.7 Final выпущен с обновлением зависимости до Hibernate Orm 5.6.11 Final. Согласованием с зависимостями Hibernate Orm у всех артефактов, включая артефакты Orm 6, и исправлением ошибок, связанных с модулями Java. Ну, честно говоря, опять-таки минорные достаточно исправления, но обновление есть. JetBrains выпустила Kotlin 1.7.20 RC, то бишь релиз-кандидат, в котором появились несколько новых плагинов. Предварительный просмотр оператора двоеточие меньше, ну, то есть для открытых диапазонов. И включение менеджера памяти Kotlin Native по умолчанию. Ну, вообще, Kotlin с этим на Kotlin Native носится как списанные торбы, вы знаете. Также в качестве эксперимента обновление вышло с функцией добавления встроенных классов с общим базовым типом. То есть, inline-классы с generic underline type. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что тут за изменения, но ладно, если вы котленисты, расскажите, это вам важно, будете знать. Удаленная работа в Украине. Вакансий стало меньше, а самые высокие зарплаты по-прежнему вы будете смеяться у IT-специалистов. Экспертно-аналитический центр кадрового портала GRC UA в новом исследовании рынка труда Украины зафиксировал спад в сегменте удаленной работы. Хм, интересно, с чего бы это? Согласно их анализу, в сентябре доля актуальных вакансий, предусматривающих работу на расстоянии, сократилась до 7%. Год назад этот показатель был на 3% выше. В GRC UA спад связывает с двумя возможными факторами. Спасибо им за объяснение. Первое. Ослабление ковидных ограничений, которые самоустранились после начала войны. И смена настроений работодателей, ищущих надежный вариант, то есть специалиста в военное время, находящегося на одном месте, а не часто занятого переездами, жертвуя при этом качеством работы. Ну, я от себя добавлю, еще и работодатели подустали, честно говоря, от работы со специалистами, которые вообще непредсказуемо работают, то работают, то не работают, ну и вообще как-то хочется на них живую посмотреть. Вообще хочется в офисе быть, да. Не открою Америку. Больше всего на удалянке зарабатывают айтишники. По их данным, 77 300 гривен. Я, честно говоря, взорвал мозг попытки пересчитать это в доллары, ну ладно, пусть им будет. Уровень зарплат айтишники специалистов почти вдвое выше, чем у представителей категории топ-менеджмент. В первую тройку наиболее востребованных сфер также входят маркетинг, реклама и пиар. Что, опять же, нас не удивляет. И, кстати, меня, например, очень даже радует. Потому что до этого очень многие призисы, скажем так, именно маркетинговые, рекламные и пиарные сферы, в украинском бизнесе сразу шло под нож. Теперь, наконец-то, предприниматели выучились, разобрались и поняли, что как раз на маркетинге-то в момент кризиса стоит экономить самое дурацкое занятие. Потому что фактически это ровно одно означает. Когда кризис закончится, у вас просто не будет фирмы. Потому что те, кто маркетинг сохранят, за это время упросят свои позиции за счет ваших потенциальных клиентов. И когда вы попытаетесь выйти на рынок, когда там все уже работает, на рынке уже все переделено. И вас там не ждут. Поэтому, собственно говоря, компании наконец-то взялись за ум и маркетологов держат. Это правильно, это хорошо. Это означает, что, в общем-то, рынок становится взрослее, толковее и, скажем так, предсказуемее. А по поводу того, что удаленные вакансии становятся немножко меньше. Всех вакансий становится немножко меньше. Потому что, ну, скажем, падение экономики Украины очень существенное. Но это абсолютно неизбежно в момент такой серьезной войны. Ну, вы понимаете. Поэтому, ну, до конца войны вряд ли мы ждем хорошего отскока. Но после конца-то уже. Вот тут повеселимся. Новый планировщик задач для OS Linux способен ускорить работу системы вдвое. Сразу хочется поражать и сказать, а способен и не ускорить. Экспериментальную разработку под названием Nest, какое-то в последнее время популярное название, представили на конференции Linux Plumbers 2022. Ключевой особенностью Nest является его стремление приоритизировать разогретые, то есть недавно использовавшиеся ядра центрального процессора. Знаете-таки, все на адреналинчике, да. Такие ядра уже работают на высокой тактовой частоте, поэтому нет нужды тратить лишнее время на ожиданиях пробуждения и наращивания частоты. Ну. Благодаря такому подходу достигается повышение отзывчивости системы. И по оценке разработчиков, в определенных сценариях при использовании Nest с ядром Linux 5.9 наблюдается улучшение производительности от 10 до 100%. То есть от 10% до 2 раз. Однако стоит иметь в виду, что подобные результаты могут быть достигнуты только на малых и средних вычислительных нагрузках, когда имеется возможность выжимать максимум из небольшого количества активных ядер при неактивности остальных. При полной же загрузке процессора данный подход не имеет смысла. Ну, логично, все ядра и так разогретые на максимальной частоте работают. Что вы с этого выиграете? Честно говоря, ну, в принципе, в принципе, за счет разумного использования существующих ресурсов очень многое можно оптимизировать. И меня, конечно, удивляет, что история сделала еще один круг. Да, и мы вернулись опять к тому моменту, когда уже обратно имеет смысл думать над приоритизацией, думать над тем, чтобы каким-то образом оптимизировать расход ресурсов и так далее. Помните, буквально 10 лет назад никто об этом вообще не задумывался. Прикольно. Забавно. Мета передала фреймворк PyTorch во владение Linux Foundation. Проектом будет руководить недавно созданная организация PyTorch Foundation. В совет организации входят представители компаний Google Cloud, Meta, Microsoft Azure, NVIDIA, Amazon Web Services и AMD. Короче, все. Работа над фреймворком будет вестись силами сообщества разработчиков и команды первоначальных основателей фреймворка. Linux Foundation планирует развивать экосистему программы обучения и сертификации. Ну, блин, деньги-то надо с счета делать, да? Площадки для поиска специалистов, ну и глобальные мероприятия. Больше ивентов про PyTorch. Кстати, по состоянию на август 22-го года PyTorch входил в пятерку самых быстрорастущих open-source проектов в мире, наряду с ядром Linux и Kubernetes. С ума сойти! С августа 21-го года по август 22-го года PyTorch насчитывал более 65 тысяч коммитов. В общем, реально там ребята прям над PyTorch прибиваются. Ну, и я, скажем, рад за Linux Foundation, что они такую классную штуку к себе приобрели, да. Starlink теперь обеспечивает интернет-доступ в Антарктиде. Ну, а в России, конечно же, нет. Национальный научный фонд NSF приступил к тестированию терминала Starlink на станции МакМёрдо в Антарктиде. Ожидается, что увеличенная пропускная способность интернет-доступа поможет ученым. Кстати, вообще уверен, что да. И тем более, можно будет быстро гуглить что-нибудь, да. В свою очередь, компания SpaceX в своем твиттере заявила, что Starlink, цитата, «теперь на всех семи континентах». Конец цитаты. И что его способность работать в отдаленных местах, таких как Антарктида, доступна благодаря, цитирую, «космической лазерной сети Starlink». Напомню, Starlink остается недоступным для жителей России, поскольку она не входит в карту покрытия, как и Беларусь, Китай, Северная Корея, Афганистан и Иран. Странно, что они не упомянули Эритрею. Список всех, в общем-то, красивых и интересных стран какой-то неполный. А вообще, конечно, Starlink действительно, несмотря на то, что поначалу все на нем загорелись, потом все сказали, что это говно, оказался довольно полезной штуковиной. И, скажем, война в Украине очень сильно это показала. Я думаю, что постепенно развитие аналогичных сервисов Starlink, а может и самого Starlink, изменит наше представление о том, как должен выглядеть мобильный интернет. Ну, вообще, интернет где-то в удаленных местах, и это прям прикольно. Единственное, что меня бесит в Starlink, это то, что за счет того, что это спутник, задержки при видеосвязи очень ощутимы, и это прям не очень удобно. А так, в принципе, классная штука. Google запускает в Украине бесплатную обучающую программу по основам работы с облачными технологиями, и не только. Компания анонсировала новую инициативу поддержки украинского бизнеса и IT-специалистов программу «Развивайте карьеру с Google Cloud» для украинцев, стремящихся к знаниям и практическим навыкам работы с облачными технологиями. Учебный поток продлится с 4 октября по 3 декабря 2022 года в онлайн-естественном формате. Программа предназначена для IT-специалистов и разработчиков, а также студентов, изучающих IT-технологии. Для эффективного обучения рекомендуется владеть хотя бы базовым уровнем английского языка. Эээ... Я не понимаю, как вы считаете себя программистом, не владея базовым уровнем английского языка. Программа включает 5 направлений обучения, распределенных по тематике. Первое – облачная инфраструктура. Второе – разработка приложений. Третье – машинное обучение. Четвертое – искусственный интеллект. И пятое – анализ больших наборов данных. Участники программы получат 60 дней бесплатного доступа, как всем курсам на платформе Google Cloud Skills Boost. Бейджи навыков Google Cloud, возможность задавать вопросы экспертам, а также призы для самых привежных и любознательных. В общем, если вы любите облака, изучать что-нибудь на халяву и полюбляете Google, то самое время проснуться и пойти немножко поучиться. Тема богатая и не каждый день Google дарит нам что-то на халяву. По-моему, самая тема. Adobe покупает Figma за 20, сидите ровненько, миллиардов долларов. Это крупнейшая в истории сделка такого рода. Сначала о вероятном подписании соглашения сообщил, ну, естественно, Bloomberg, они всегда первые сообщают, со ссылкой на собственные источники. После чего Adobe официально подтвердил покупку Figma. Сумма сделки составила 20 миллиардов. И это, по данным Bloomberg, наибольшее поглощение софтверной компании. Эва. Adobe оплатит покупку деньгами и своими акциями в пропорции 50 на 50. По состоянию на 2 сентября Adobe располагало всего 3,87 миллиарда денежных средств и их эквивалентов. Интересно, где они остальные-то деньги нароют? После завершения соглашения Дилан Филдс, учредитель и генеральный директор Figma, продолжит руководить командной Figma, подчиняясь Дэвиду Батхване, извините, а президенту Adobe Digital Media. По завершению сделки каждая компания будет продолжать работу независимо. Хм, напомню, что за последние несколько лет Figma превратилась в серьезного конкурента сервиса Adobe XD, о котором мало кто знает и мало кто пользуется, предлагающего схожие возможности для UI и UX дизайна. В то же время сервисы для дизайнеров приносят Adobe львину долю дохода, около 60%. Именно эти два фактора сыграли ключевую роль при принятии решения. В Adobe видит в Figma ценное дополнение к собственному портфолио, и можно выкосить вот этот вот XD, который поможет ускорить рост бизнеса и инноваций. Ну, я, кстати, вангую, что нифига они XD не закроют, попытаются и его развивать, и Figma развивать, потом попытаются их скрестить, потом получится какая-нибудь ересь, а потом Adobe скажет, ну, так вышло, а потом выйдет какой-нибудь конкурент и Figma вынесут с рынка. Ну, это не точно. В общем, следите за новостями, будет, я думаю, достаточно интересно. Ну, и Adobe, конечно, 20 миллиардов. Какие-то большие совсем деньги, они меня пугают. Stalker 2 Heart of Chernobyl выйдет в 2023 году и вернется в магазин Xbox. GSC Game World, разработчик Stalker 2 Heart of Chernobyl, является одной из многих студий, серьезно пострадавших от одержания России в Украину и продолжающейся войны. Ожидаемый сиквел был запланирован к выпуску в этом году, но вскоре после вторжения был отложен до 2023 года. Недавно магазин Xbox начал возвращать стоимость сделанных предварительных заказов на игру с сообщением, что выход игры отложен на неопределенное время. Перекращенный прием новых заказов. За этим стоит исключительно политика Microsoft по возмещению средств. Так поступает с любой игрой без точной даты выхода. В GSC прокомментировали ситуацию. Цитата. «Нам пришлось перенести игру на 2023 год. Точной даты выхода пока нет», — пишет представитель компании. Еще цитата. «Мы сделали объявление на выставке E3 Microsoft Extended вместе с дневником разработчиков и вступительным роликом. Microsoft возмещает средства за предзаказы на игры без точной даты выпуска. Когда позже мы объявим «да», то предзаказы снова будут доступны для Xbox». Конец цитаты. Напомню, что последствия войны для GSC Game World были действительно ужасны. В июне студия поделилась видео, рассказывающим о событиях, произошедших с разработчиками в первые месяцы войны. В нем показаны остатки того, что когда-то было киевским офисом GSC. Сотрудники делятся личными историями, ведущие разработчики обсуждают возможность вступления в ЗСУ. Компания все еще находится в процессе переноса своей деятельности в Прагу. Ну что ж, ждем новый Чернобыль, новый Сталкер. Я надеюсь, что в следующем году они все-таки смогут его выпустить. Компания хорошая. Пожелаем ребятам успеха. Приложение Microsoft Teams хранит токены аутентификации в незашифрованном виде. Разработчики не считают это критичным. Да. Вы все время говорили, что я троллю только Apple? Нет, я могу еще и Microsoft потроллюсь. Аналитики из компании по обеспечению информационной безопасности Vectra, специализирующейся на информационной безопасности, считают, что это серьезная уязвимость системы безопасности приложения Microsoft Teams. И я с ними, блин, согласен. Которая дает злоумышленникам доступ к токенам аутентификации, учетным записям, с включенной многофакторной проверкой подлинности, MFA. Причем Microsoft Teams не только хранит токены аутентификации пользователя в открытом виде, но и никак не обеспечивает защиту доступа к файлам с этими данными. Но Microsoft не согласились с серьезностью проблемы. Ну, типа, кого вообще волдует ваша проблема безопасности? Ну, они об этом подумали, но не сказали. Поблагодарили Vectra. Вот это они сделали за раскрытие информации по этой проблеме. И пообещали рассмотреть возможность и решение в будущей версии приложения Microsoft Teams. Но дату выхода патча не уточнили. В смысле, приходите потом. Эксперты из Vectra все же рекомендуют пользователям удалить приложение Microsoft Teams и все относящиеся к нему файлы. А также использовать только браузерную версию клиента Microsoft Teams, где есть дополнительная защита данных и блокировка от учащих токенов аутентификации. Но, честно говоря, Microsoft тут вообще просто в ударе. Чуваки, вы понимаете, что вообще-то учетки с двухфакторной аутентификацией и в открытом виде токены лежат? Вы что вообще? Ну, то есть, как бы, это же даже не бэкдор. Это прям возможность напрямую использовать чужую учетку, там, не знаю, какого-то директора, дать команду своим подчиненным, там, не знаю, перевести деньги не зналого куда. И все. А люди привыкли, что в мессенджере это директор. Как бы, ну, серьезно. Да ну нахер, ну, серьезно. Кстати, мы рассматривали Microsoft Teams определенное время назад для того, чтобы использовать его в качестве основного мессенджера. Но что-то вот у меня как-то вот мне не захотелось. Мы пользуем Slack. И я так думаю, что, наверное, хорошо, что не стали использовать. В общем, если вы им пользуетесь, задумайтесь. Возможно, что с вами переписывается вообще не ваш коллега, а кто-то другой. Да, шикарный способ стать немножко параноиком. Oracle объявляет об общей доступности MySQL HeatWave на AWS. Компания впервые выпустила сервис облачных данных на Oracle Cloud Infrastructure в 2020 году. Предложение объединяло как онлайн-аналитику, так и возможности обработки транзакций. Позже, в 2022 году, в сервис был добавлен AutoML. Теперь он впервые доступен за пределами облачной инфраструктуры Oracle, позволяя пользователям выполнять транзакции, аналитику и машинное обучение в одном сервисе на AWS без необходимости дублирования ETL между отдельными базами данных OLTP и OLAP. В пресс-релизе Oracle анонсировала несколько новых возможностей для MySQL HeatWave на AWS. Сервис предлагает нативный опыт работы с AWS, возможность мониторинга производительности, использования выделенных ресурсов, а также интеграцию с Автопилотом MySQL, который обеспечивает автоматизацию жизненного цикла приложения с учетом рабочих нагрузок и машинного обучения. Куда же без него? В любой фразе надо добавлять машинного обучения. Да, включая управление данными и выполнение запросов. Кроме того, он также предлагает комплексные функции безопасности, такие как маскировка и де-идентификация данных на стороне сервера, асимметричное шифрование данных и бренд-мауэр-базу данных. Короче, все по-взрослому. Смешно звучит, конечно, MySQL и все по-взрослому, но я это правда сказал. В том же пресс-релизе Oracle утверждает, что MySQL HeatWave по сравнению с другими системами на AWS обеспечивает лучший price performance, то бишь соотношение цены к перформансу. Например, соотношение цены и качества в 7 раз лучше, чем у Amazon Redshift, в 10 раз лучше, чем у Snowflake, в 12 раз лучше, чем у Google BigQuery и в 4 раза лучше, чем у Azure Synapse при выполнении запросов, полученных из 4-терабайтного TPC Edge бендмарка. Ну, я прям вообще в восторге, честное слово. Теперь что MySQL... Стоп, подождите. Вы хотите сказать, что нечто построенное на MySQL прям очень-очень быстрое. Мы вернулись в конец 90-х. Что происходит в мире? Я прям вообще в шоке. Ну, молодцы. Ну, как-то... Ладно. У меня вот эта вот вся новость как-то в голове не клеится. MySQL, облако. Ой, ладно. Пусть делают, что хотят. Если вы с этим работаете, кстати, напишите. Может, я что-то просто не понимаю. И MySQL теперь очень модное и серьезное решение. А я такой застрял немножко вот там вот... Несколько годами раньше. Ну, окей. Дорогие мои, хотите больше Сергея Немчинского? Подписывайтесь на страничку FoxMinded в Instagram. Мотивация, новости, анонсы и дружеская атмосфера. Люблю вас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!